подходящий момент для лечения наркомании желание наркозависимого не постоянно цели чувства и мысли изменяются ежечасно в один день зависимый может принять какое-либо решение передумать вернуться к первоначальному решению и снова передумать такие процессы обусловлены предметом самой зависимости в данной ситуации наркотиком его специфическим действием на психоэмоциональное состояние потребностью в получении новой дозы вещества рассмотрим состояние в которых у человека появляется желание лечиться от зависимости 1 состояние опьянения после употребления психоактивного вещества у человека меняется настроение и может возникнуть яростное желание изменить мир вокруг свою жизнь бросить все и отправиться на лечение второе это отходяк эйфория от воздействия психоактивных веществ прошла организм истощен настроение хуже некуда выхода нет жить не хочется при таких переживаниях обратиться за помощью самое то но не расслабляйтесь пару часов нахождения в абстинентном аду скорее всего приведут зависимого к повторному употреблению а не к психологу с которым вы уже договорились о встрече послезавтра в 11.40 третье достижение высокой толерантности к папу при таких условиях зависимые более решительные это та стадия дикции в которой употребление алкоголя и наркотиков уже не дают эйфории просто вызывают вместо опьянения более менее нормальное состояние и вот когда плохо как с наркотиками так и без них пациент полностью готов к лечению однако мировосприятие когнитивные функции так извращены что видимым выходом давайте не будем забывать о тоннельном мышлении присущим всем зависимым так вот видимым выходом очень часто становится употребление любимого вещества но уже в тройной дозе или с заменой на какой-то аналог ну или суицид страшно подумать но это тоже не редкий случай четвертое вариант меркантильный набедокурил чего-то уволили с работы набрал долгов украл дома деньги и так далее такой ситуации зависимый приходит с повинной дабы аннулировать долг переложить все на свое заболевание и весьма правдоподобно покаяться в своих грехах прося помощи но по факту не лечение просят наркоман а решение его проблем пока он сам будет лежать под капельницами 10 дней теперь рассмотрим варианты при которых зависимый не хочет отправляться на лечение первое он пьян ему нравится это состояние а вы предлагаете отказаться от такой радости и счастья навсегда зависимый вас не слышит ваши слова для него является полной чушью второе у него есть наркотики пока у зависимого есть наркотик крайне сложно что-то начать делать воспаленной голове всегда присутствует мысль о том что вот сейчас употреблю чтобы ничего не осталось а потом уже буду лечиться у зависимых людей психоактивные вещества никогда не заканчиваются а если вдруг и закончатся то какой смысл лечиться они же теперь так не употребляют третий избыток информации мама рассказывает о хорошем парни который бросил с помощью религии кто-то активно посещает собрание анонимных зависимых все эти люди видятся сектантами с промытыми мозгами в средствах массовой информации о лечении зависимости сплошная грязь издевательство насилие удержание по несколько лет и прочей негатив как бы то ни было я и свои многолетние практики могу отметить что самой частой причиной из-за которой так и не наступают попытки лечения зависимости является вера человека в то что именно он сможет не употреблять психоактивные вещества и противоположная причина абсолютная неуверенность в своих силах возможности остановиться отсутствие веры в себя это не последствия употребления а первопричина каждый второй зависимый по достижению срока трезвости свыше полутора лет говорит и никогда не мог даже и представить что смогу прожить без наркотиков и алкоголя такой долгий срок а 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 и а Продолжение следует...